Сейчас приехали в магазин АТБ. Всего тут много-много, не то что у нас. И дешевле. Сейчас купим помело. Я люблю его. Хорошие фрукты. Тут недорого. 2 доллара килограмм. Вот еще сельдерей. Доллар килограмм тоже куплю. Тут еще имбирь дешевле. Так, вот вам гречка. 45 гривен. Доллар 30 центов гречка. Есть и подороже, конечно, смотря какой производитель. Вот есть кина. Крупа. А вот чья. Мне надо чья. 62 гривны. Вернулись из магазина. Я рада, Радюшенька. Хоть куда-то выехала. Хоть свет белый увидела. Покажу вам, что купила интересного. Потому что у нас это не продается. Так, ну, во-первых, я купила свою любимую селедочку. Матяс. Вот такой вот свежемороженый. У нас она продается уже такая полуразмороженная. И мне не совсем удобно ее покупать. Ну, молоко ягодинское, понятно. Вот еще купила рыбу. Тоже такая вот норвежская рыбка. Это хек. Просто сделаю как-нибудь. Может быть даже жарю. Сельдей я вам уже показывала. Зефирки в акции. Вот мне очень важно было купить замороженные овощи. Я овощи не морожу. Потому что у нас очень часто нет электричества. И у нас может все быть разморожено. Каждая из этих смесей, она стоит примерно доллар. Это очень недорого. Здесь примерно полкило. Зеленый горошек. Ягоды, каши. Тут разные малины и все. Значит, вот капуста брюссельская. Ну и шпинат. Шпинат был в акции. Вообще полдоллара вот такая вот упаковочка. Яблоки наши украинские. Редька на салат. Так, теперь я взяла еще оливки. Оливки полдоллара. Я люблю оливки. Так, булочку для мужа. Чай черный заваривать на утро. Помыла. И взяла семена чьего. Буду вам показывать, что я из них буду делать. Так, еще одна очень хорошая женщина написала мне, что она в ВТБ купила себе вот такие вот лет до ступы. Я вот когда была в ВТБ в прошлый раз, это конечно было не сейчас, а месяц назад, то я не видела их. А сейчас они поступили. Стоят 49 гривен. То есть это доллар 50 центов. И знаете, они легкие. Я еще их не примеряла, но мне очень нравится, что они легкие. Потому что остальные, они такие вот жесткие какие-то, неудобные. А этим вот она пишет, что ей очень нравится. Вот я сегодня буду пробовать их. Ходить у них. Цокать буду, как моя Маруся. Вот эта вот хрюся, которая стоит здесь. Сидит она, когда ходит по плитке, она все время цокает. Так, ну вот купила это все. Рада Радюшенька. Кот тоже. Ждет, что я ему что-то вкусное сейчас дам. Да, чувакцы, был вот такой вот тунец. Надо, когда вы покупаете тунец, вот я из своего опыта в Египте вам скажу, что не надо брать, когда написано, что он мелко подребненный, мелко порезанный. Вот, а нужно брать именно, чтобы он было написано, кусочками. Ну, тут в Алии это не очень хорошо. Ну, если он был в акции, ничего страшного. Вообще лучше брать в воде. Вот в Египте продается соль, вода, тунец. Тоже там примерно доллар стоит хороший тунец. А можно иногда и за полдоллара взять в акции в Карфуре. Ну, очень мне там нравился тунец. Я вот, можно сказать, в Египте выжила на Тунце. Приехала минус пять килограммов после Египта. Выгодная поездочка, да? Напишите мне в комментариях, как вы думаете. Так, сейчас буду резать это помело. Запах уже такой пряный от него. Это вообще дорогой фрукт. Это нам удалось в акции его купить. А сейчас три доллара килограмм как минимум стоит. Тут, наверное, килограмма полтора. Ну, вкусненько. Сейчас посмотрим, что внутри. Получается, что вкус не такой, как у мандарина. Не такой, как у апельсина. Он мягкий. Вкусно, а мне нравится. Иди кушай. Будем кушать. Еще попробую его раздерибать. Ну, наконец-то будем кушать. Помело Андерсон. Не помело Андерсон, а помело. Ой, ой. Попалась помело такая жесткая. Какая-то большая апельсина. А это прямо вот... Да это не апельсина же. Ты помнишь? Я знаю, да? Да, все помню. Попробуй. Какое у тебя впечатление будет? Цельнозерновая апельсина. Она полезнее, чем апельсина. Чем апельсин, а не апельсина. Апельсин это он. Ну, садись. Что ты сидишь? Как и кофе. Всю, конечно, не осилим. Но очень вкусно. Мы будем стараться. Да. Осилить. Кино-бомба. Приятного апельсина. Спасибо. Это действительно удивительный фильм. Казанова. Во всех отношениях. Во всех отношениях. Игра актеров. Игра актеров. Игра актеров бесподобна. Главное, нет никаких декораций. Все натурально снимается в таких старых красивых квартирах. Это просто удивительно. Какая природа. Ереван, Белесе. Боже, как я туда хочу поехать. А природа это вообще невероятно. А Хаченкова это вообще как она играет. Это невозможно передать. Сегодня у меня такие вот перемены. После праздников купила сегодня пленку. Такая пленка стоит 4 доллара. 125 гривен. Метр. Купила в хозяйственном магазине. Забрала последний кусок. Очень мне она понравилась. Такая вот плотная она. Толстенькая. Хорошо ложится. Мне надо сохранить эту тумбу. Потому что коты прыгают сюда на подоконник. И они прыгают со стола. Маруся прыгает на стойку. Поэтому я хотела сохранить тумбу. У меня была некрасивая вот такая вот пленочка. Помните, я вам ее показывала? Вот она вот такая. Я покупала ее на Петровке. По цене она такая же. Но она не годится совершенно. Она по дизайну. Это такая красивая пленка. Так она мне понравилась. Я так люблю, когда дома красиво. Чисто. Мне это доставляет море удовольствия. Если у меня где-то что-то грязное, я не буду ни спать, ни есть. Я буду это мыть. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам моя новая покупка. Друзья, я сейчас разбираюсь со своими коммунальными платежами. И хочу вам показать одну интересную опцию. Я хочу сохранять природу. Я хочу сохранять природу. Борюсь все время за экологию. И я хочу отказаться от бумажных носителей, от бумажных квитанций. Здесь мне квитанции засовывают в забор прямо почтальонша. Потом они валяются на дороге ветром, перекатываются. И не только у меня, у многих других людей. Отказ от квитанции это очень полезное дело. Это экономит дерево. И поэтому я решила отказаться от бумажных квитанций. Покажу вам сейчас, как я это сделала. Вот это последние квитанции, которые я получила. Больше я их получать не буду. Они не будут ко мне приходить. Потому что я отказалась от них. И заказала себе услугу получать квитанции в электронном виде. Это совсем не сложно сделать. Вот смотрите. Сейчас я зашла на сайт, который называется Майкель. Я знакомлю ее. Здесь я подаю показания свои за свет. По логину и паролю я зашла в свой личный кабинет. В личном кабинете спустилась вниз. И нашла слова. Обратый электронный рахунок. Здесь у меня уже стоит птичка на желтом фоне. Она говорит о том, что я отказалась уже от бумажного носителя. И мне приходят квитанции все в электронном виде. В Украине ежемесячно на каждый дом, на каждую квартиру приходит несколько платежек. Представьте себе в масштабах страны, если у нас живет примерно 40 миллионов человек. Но пусть там будет 10 миллионов платежек умножить на 3, 30 миллионов платежек. Представляете сколько леса, сколько дерева мы с вами можем сэкономить. Поэтому я призываю вас прислушаться ко мне. Зайти на сайт Водоканала, на сайт Киевас, например. Или на сайт Ясно. Поставить птичку рядом, выбрать электронный счет. И вам будут приходить квитанции не в бумажном виде, а на вашу электронную почту. Это выгодно и удобно. Все равно мы все рано или поздно придем к тому, что мы будем оплачивать коммунальные услуги в интернете. Если вы не умеете оплачивать коммунальные услуги в интернете, этому легко научиться. Нужно зайти на любой сайт, например, на сайт, где вы должны оплачивать электроэнергию. И на этом сайте вы должны зарегистрироваться. И будете вносить туда свои показания и будете получать платежки в электронном виде. На каждом таком сайте и в водоканале, и там, где оплачивается электроэнергия, и там, где вы оплачиваете газ. Везде есть инструкции, как подключиться к электронному кабинету и как получать квитанции в электронном виде. Ну, призываю вас прислушаться ко мне. Присоединяйтесь. Будем беречь лес, беречь природу. Это наше будущее. Редактор субтитров А.Семкин